Это умные часы Amazfit GTS2, и вы наверняка о них уже слышали. Компания Huami представила этот гаджет в конце прошлого года, но даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, эти часы нисколько не потеряли актуальности и остаются одним из лучших предложений на рынке. Новые смарт-вотчи получили более качественный дисплей, теперь они умеют проигрывать музыку со встроенной памяти, а еще в них добавили полноценный режим звонков. Согласитесь, при цене в 13 тысяч рублей устройство выглядит крайне заманчиво, поэтому давайте попробуем разобраться, какие еще плюсы и минусы у него есть. GTS2 имеют прямоугольную обтекаемую форму, лишенную острых углов. Кнопка управления у них находится справа, она стилизована под колесико завода, но на вращение никак не реагирует. Нажимать на нее можно либо одинарным, либо двойным нажатием. В первом случае открывается меню приложений, где можно выбрать любую интересующую вас функцию, а во втором меню тренировок со списком видов спорта. При желании на двукратное нажатие можно назначить любую удобную для вас функцию. Я, например, таким образом смотрю погоду. Когда берешь в руки эти часы, первое, на что хочется обратить внимание, это, конечно же, качественный дисплей. Он выполнен по AMOLED технологии, поэтому яркость, контрастность и углы обзора у него на высшем уровне. Диагональ 1,65 дюйма, а разрешение 348 на 442 точки. Смотреть на такой дисплей крайне приятно, плотность пикселей составляет внушительные 341 ppi, соответственно, вы не увидите здесь рыхлой картинки и раздражающих лесенок. Все графические элементы отображаются максимально четко, к тому же поддерживается функция Always On Display. А сам экран умеет автоматически загораться каждый раз, когда пользователь на него смотрит. Олеофобное покрытие здесь хорошее, отпечатков пальца практически не видно, поэтому постоянно протирать гаджет, чтобы он выглядел опрятно, вам не придется. И в дополнение хотелось бы сказать, что здесь используется закаленное стекло. За несколько недель тестирования у меня на экране не появилось ни одной царапины, хотя я сознательно старался неаккуратничать. В любом случае, для обеспечения стопроцентной защиты я все равно рекомендую перестраховаться и наклеить защитную пленку. GTS 2 выглядит очень компактно и весит всего 24 грамма. Это действительно легкий аксессуар, который ощущается на запястье исключительно за счет ремешка. В отличие от более крупных и тяжелых моделей, вроде тех же Amazfit GTR 2, тренироваться в них действительно комфортно. Корпус у часов алюминиевый, при этом задняя крышка выполнена из глянцевого пластика. На ней разместился пульсомер, датчик уровня кислорода в крови и магнитная площадка для зарядного устройства. Ремешок крепится к корпусу с помощью шпильки. Производителем реализована быстросъемная система фиксации, позволяющая заменить его буквально за пару секунд. Изначально установлен силиконовый вариант ремешка, он мягкий и довольно приятный на ощупь. Однако при желании его совершенно спокойно можно заменить на что-то другое, например на кожаный или металлический браслет. Устройство вполне подходит для занятий водными видами спорта, а уж про такие мелочи как капли дождя или случайное падение в лужу вообще не стоит беспокоиться, так как уровень защиты здесь серьезный и соответствует стандарту IP68. В теории с этими часами можно погружаться на глубину до 50 метров. Я конечно не буду этого делать, но кому-то такая возможность безусловно пригодится. Доступ к большей части функций гаджета осуществляется через сенсорный дисплей. Свайп вправо открывает меню с карточками быстрого доступа. Свайп влево отображает каждую из них в полноэкранном режиме. Если провести по экрану снизу вверх, откроется меню уведомлений. В нем можно посмотреть уведомления, например о полученном сообщении или пропущенном звонке. Если же свайпнуть сверху вниз, мы увидим еще одно меню, в котором можно откорректировать яркость экрана, изменить громкость динамика, включить фонарик и другие полезные фишки. Теперь переходим к обзору функциональных возможностей Amazfit GTS 2. Надо сказать, что эти часы умеют намного больше, чем любой среднестатистический фитнес-браслет. И несмотря на то, что на них нельзя устанавливать сторонние приложения, базового функционала, который заложили сюда разработчики, скорее всего хватит за глаза даже самому требовательному пользователю. Судите сами, гаджет умеет измерять пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса, а также может мониторить качество сна владельца. Еще здесь есть GPS, Bluetooth версии 5.0 и динамик с микрофоном, чтобы можно было не просто принимать звонки, а полноценно общаться, используя часы как устройство громкой связи. Поддержки сим-карт нет, звонки все равно проходят через смартфон, но если доставать его неудобно, то вполне можно пообщаться, используя микрофон, находящийся внутри часов. Немало внимания в Amazfit GTS 2 уделено и спортивному функционалу. В часах присутствует 12 режимов тренировки и для каждого из них предусмотрен контроль над определенным набором показаний. В некоторых тренировках можно настраивать цели, при достижении которых часы будут оповещать пользователя. Причем они могут быть совершенно разные и зависят скорее от типа физической нагрузки. Например, целью может стать пройденное расстояние или потраченные калории. Анализировать свою активность при этом гораздо удобнее в фирменном приложении Z, доступном для смартфонов на Android и iOS. Результаты отображаются здесь в виде наглядных графиков и диаграмм. Набор показателей такой же, как и в часах, но каждый из них можно детализировать и посмотреть динамику изменений за выбранный период. К тому же, благодаря наличию GPS, приложение умеет записывать трек, что крайне полезно, если вы занимаетесь бегом или, например, ездой на велосипеде. Как и в других моделях Amazfit, в этом устройстве присутствует так называемый персональный индекс активности или просто Pay. Он нужен для того, чтобы пользователь мог самостоятельно отслеживать состояние своего здоровья и регулировать нагрузку во время физических упражнений. Принцип его работы следующий. Вы получаете баллы Pay на основании данных о частоте сердечных сокращений. Чем больше у вас активности, тем больше баллов и, соответственно, меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Идея интересная и, на мой взгляд, служит дополнительным мотиватором для того, чтобы не сидеть на месте и хотя бы два-три раза в неделю устраивать себе активные тренировки. Изначально в часах установлено девять разных циферблатов, каждый из которых можно кастомизировать, вводя на экран наиболее важные показатели. Если вдруг этого количества вам будет мало, всегда можно скачать дополнительные watch faces через приложение ZEP. К счастью, их коллекция пополняется регулярно. А еще разработчики добавили сюда 3 гигабайта встроенной памяти для загрузки музыки. Это очень удобно, поскольку теперь на тренировку или пробежку совсем не обязательно брать с собой смартфон. Просто загружаете любимые треки напрямую в часы, подключаете любые ТВС-наушники и вперед можно тренироваться, не таская с собой лишний девайс. В устройстве установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 246 мАч. Заявленное время автономной работы до 168 часов. По информации производителя, аккумулятора хватит на 5 часов непрерывного разговора по Bluetooth, либо на 25 часов замеров пульса с активным GPS. И это если мы говорим про максимальную нагрузку. А так, лично у меня в смешанном режиме использования заряда обычно хватало на 5-7 дней. И в целом я рекомендую ориентироваться именно на этот показатель. Итак, на мой взгляд, Amazfit GTS 2 это одни из наиболее сбалансированных и функциональных часов, присутствующих сегодня на рынке. К их плюсам можно отнести аккуратный и продуманный дизайн, большое количество датчиков и функций, включая GPS, влагозащиту, встроенный музыкальный плеер и, конечно же, режим hands-free с громким динамиком для общения. Немного расстроило разве что отсутствие NFC, поскольку я уже давно пользуюсь системой бесконтактных платежей и в случае с часами такая возможность была бы как никогда кстати. В остальном, как я уже сказал, это одни из лучших смарт-вочей на рынке и уж точно отличный вариант за свои деньги.